Здравствуйте, меня зовут Владимир Перевалов, я являюсь персональным менеджером отдела продаж автомобилей Мазда Атлантем Боровая. Что касается Мазда CX-60, это новинка для нашего региона, для нашего рынка в целом. Это первый автомобиль в Республике Беларусь. Можно сказать, сегодня произошла некоторая премьера для нашего региона. Да, он будет представлен на нашей выставке, автоэкспо, приезжайте. И что касается этого автомобиля, это новый автомобиль с новым всем-всем-всем, что только можно брать для Мазды. И данный автомобиль представлен в классе среднеразмерных паркетников. Принципиальное отличие на сегодняшний день, даже внутри самой Мазды, в основу легла заднеприводная платформа. Теперь по умолчанию ведущие колеса задние и подключается перед, так как в версии идет полноприводная. Что касается еще, это новая дизайнерская линия, это совершенно новое концептуальное расположение двигателя, коробки, чего до этого у Мазды не было. В основном это поперечное расположение, сейчас это продольное расположение двигателя. В продолжение все идет коробка, карданный вал и, соответственно, все доходит до заднего моста. Скажем так, Мазда CX-60 и все, что касается Мазда CX-60, CX-90, CX-80, они тем самым хотели, скажем, сделать небольшой шаг в премиум класс. Понятно, что в премиум классе есть именитый производитель автомобилей и хоть на чуть-чуть, хоть на какую-то долечку, Мазда захотела поучаствовать в этом процессе. И, соответственно, создала автомобиль с заднеприводом для того, чтобы конкурировать с такими же игроками в премиальном классе автомобилей. Заднепривод – это, можно сказать, как целая философия, назовем так, потому что заднеприводные автомобили, они немножко другие, нежели как стандартные переднеприводные, либо полноприводные с передней осью ведущей. Здесь своя специфика, здесь своя, опять же, повторюсь, философия. Для водителя это, в принципе, тот же автомобиль, тот же автомобиль, полноприводный, только единственное, нужно понимать, что это просто задние ведущие колеса. Фактически для потребителя разница, может быть, и не будет заметна. Просто человек должен понимать, что все-таки это автомобиль с задним приводом изначально. Куда ложится основная нагрузка при старте, при любых движениях, работе с педалью газа, основная тяга ложится именно на задние колеса. Что касается внешности, это совершенно новая линейка, новое, скажем так, видение дизайнеров. И это все реализовалось здесь и в таких же моделях, которые выросли буквально вот-вот. Новая решетка радиатора, новая оптика, теперь она небольшое, занимает пространство на всей, скажем, передней части автомобиля. Новый бампер, соответственно, новый силуэт по боковой части. Задняя часть автомобиля совершенно новая, с новой оптикой, скажем так, с новым видением, дизайнерским видением. Новые колесные диски. Чтобы понимать, что это за автомобиль, лучше прийти на выставку, посмотреть его, либо обратиться в наши шоурумы, для того, чтобы познакомиться с этим автомобилем более подробно. Потому что можно рассказывать огромное количество времени про этот автомобиль. И опять же, как говорится, дизайн – это вкусовые исключительно моменты, которые нужно для себя понимать, нравится или не нравится. Но автомобиль, на самом деле, вышел совершенно концептуально другим, в отличие от предшественников CX-5, CX-9, Mazda 6. Это новая линейка, новое направление, с которым познакомиться нужно непосредственно лично. По начинке непосредственно поставляется автомобиль практически в самой максимальной комплектации. Поэтому, соответственно, все-все-все, что можно придумать, оно, в принципе, здесь есть. Адаптивный круиз-контроль, свяжение за полосой, мертвые зоны, подогревы, вентиляция сидений, память, электропривод, бесключевые доступы, панорамная крыша, светодиодная оптика, парктроники, камеры 360, диски R20. То есть это все-все-все-все-все есть в этом автомобиле. Машина только-только появилась на нашем рынке, это первый экземпляр. К сожалению, сказать конкретно, кому эти машины будут более интересны, сложно, но предположение есть, что это будет средний возраст, 35-50. Приблизительно в этом возрастном цензе будут наши покупатели. Что касается стоимости автомобиля, на сегодняшний день данный автомобиль предлагается по стоимости 214 700 белорусских рублей. Этот автомобиль японской сборки. Ну и опять же, плюс новинка, машины будут поставляться у нас, уже едут и в пути, и в ближайшие дни у нас появятся уже новые автомобили, новая поставка. Поэтому можно, конечно, приходить, уже рассматривать автомобили для приобретения. Они будут доступны в нашем шоу-руме, в Атланте-Мборовая. Там можно уже будет познакомиться более подробно с автомобилем. Что касается обслуживания, да, мы являемся официальным дилером Мазды, продолжаем работать в плановом режиме. Данные автомобили имеют гарантию, как и любой другой автомобиль Мазды, имеет гарантию 2 года, либо 100 тысяч. Межсервисный интервал обслуживания составляет год, либо 15 тысяч километров. Нужно приехать обязательно на ЭТО. Соответственно, все, что касается запчастей, все есть в наличии. Соответственно, обслуживаем автомобили Мазды, продолжаем этим заниматься. И стараемся радовать наших клиентов каждый день. Под капотом Мазда ЦИК-60 стоит старый, знакомый нам двигатель по другим моделям. Это 2,5 атмосферный мотор на 190 лошадиных сил. Вкупе с 8-ступенчатым автоматом. Автомат уже новый, 8-ступенчатый. Он заменил предыдущие 6-ступенчатые автоматы. Теперь это выглядит таким вот образом. Сильное, скажем так, изменение в подкапотном пространстве – это то, что мотор стоит теперь продольно. Все это объяснимо. Ведущие задние колеса, и поэтому расположение идет именно продольное. Достаточно много места в передней части автомобиля для того, чтобы еще установить сюда мотор 3.3. Рядная шестерка, которая также ставится на данный автомобиль. Но, к сожалению, будет ли у нас или нет, я пока ответить не могу. Все это в процессе. В новом автомобиле ЦИК-60, в первом в Беларуси, соответственно, новый салон. Все, что мы видим, это совершенно новое конституальное решение от компании Мазда. Мазда, он стал шире по сравнению с предыдущими моделями автомобилей Мазда. И, соответственно, что является плюсом, несмотря на движение времени вперед, у многих автомобилей появляется уже сенсорное управление какими-либо элементами оснащения салона. Здесь в данном случае используются все-таки физические кнопки, что на самом деле удобно, что на самом деле практично и более привычно, наверное. В частности, климат-контроль здесь с физическими кнопками управления, подогревом, вентиляцией сидений, подогрева руля. Все это физически. Если мы посмотрим на центральную часть, это управление климат-контролем и теплыми функциями салона. Соответственно, здесь двухзонный климат-контроль. Каждый для себя может выбрать какую-то определенную температуру, что удобно. Новый рычаг коробки передач. Большой-большой набалдашник с очень удобным хватом под руку. Также немножко старого Mazda Connect. Очень удобная вещь, когда непосредственно нужно в процессе езды управлять мультимедией, что не отвлекает сильно от дороги. Это на интуитивном уровне все происходит. Но для владельцев Mazda, наверное, это будет более привычно, более понятно, потому что они с Mazda Connect уже знакомы и все им известно. Также, что мы видим? Это новая цифровая приборная доска. Ее до данной модели не было. Сейчас она появилась. Удобно, читабельно. Соответственно, все на русском языке. И очень удобно, когда пользуетесь адаптивным круиз-контролем. Весь функционал, который необходим для адаптивного круиза, он предоставляется здесь, на центральной части. Можно читать, что происходит с автомобилем в той или иной ситуации. Все под большими пальцами, что удобно для управления, не отвлекаясь на кнопки, переключать, поднимать телефон, если подключен телефон посредством Bluetooth. Также в данной машине можно подключить телефон посредством Android Auto, либо Apple CarPlay. Можно зарядить, если в телефоне имеется беспроводная зарядка. Здесь присутствует функция беспроводной зарядки. Датчик света, датчик дождя. Сенсорный экран большой по сравнению с тем, что ранее было. Климат-контроль, удобное управление функцией Mi Drive. Это система управления режимами езды автомобиля. Sport, Normal, либо Off-Road. Соответственно, что здесь мы еще имеем? Это удобный подлокотник. Он достаточно широкий, и хватит его для всех. Не только эгоисту-водителю, но и пассажиру тоже места хватит. Он с удобным боксом, куда можно спрятать телефон, мелочь. Также там есть уже более современные зарядки, Type-C выходы, для того, чтобы можно было заряжать современные телефоны. Плюс сделаны сидения из натуральной кожи, с электроприводом, памятью на двух водителей. Вот здесь можно увидеть. Также здесь кнопкой присутствует открытие крышки багажника удаленного, тут, скажем, не выходя из салона. Премиальная акустика Бусе. Это тоже прерогатива данной комплектации. Все это и еще, наверное, чуть-чуть больше вы получаете в автомобиле CX-60. Новом CX-60. Выставка. Первый день. Сложно сказать, что будет дальше, но есть интерес, что самое главное. Есть интерес, соответственно, будет покупатель, что для нас тоже очень важно. Ожидаем массовые походы людей ввиду того, что последние 10 лет у нас не было выставок никаких, что касается автобизнеса. Надеемся, что данное мероприятие будет достаточно популярным среди нашего населения. И всех ждем, всех приглашаем. Автоэкспо с 4 по 8 число. Работаем с 11 до 21. Каждый найдет себе здесь автомобиль. Меня зовут Владимир Перевалов. Я специалист отдела продаж автомобилей «Мазда» «Атлантом Боровая». Приходите на выставку. Здесь много всего интересного. Ждем каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова